У нас сегодня есть два интересных отчета. Они будут опубликованы в Европе с американской торговой сессией. Через час у нас данные по Британии. Это средний заработок, уровень безработицы за март месяц. И также в 15.30 у нас данные из США по розничным продажам за апрель. Включим трансляцию экрана. У нас вчера евро-доллар дошел до 1.19.95, потом снизилась. Сейчас котировка 1.19.30. Что это у нас? Разворот или коррекция к этому росту? Я думаю, что коррекция, потому что если начертить сетку Fibonacci от минимума до вчерашнего максимума, от минимума прошлой недели, то мы аккуратно дошли до 50%. Вот она линия здесь, 50%. И коснулись на 1.19.10. Сейчас 19.31. И отбились. То есть движение никогда не бывает у нас, прям без остановок. Только вверх. Бывает и коррекция. И вот она прошла. Я думаю, что это именно коррекция. Пока никаких ориентиров здесь новых не видно, что прям у нас разворот. И здесь у нас, как еще не отыграл, дивергенции. Дневки только 35. Только-только недавно вышли из области 30. EDX очень сильно увал. Вот она линия EDX вверху. Тренд вниз сохраняется, потому что мы сильно падали, но EDX очень сильно закруглился. Это тоже коррекционное такое движение. На четырех часовках у нас RSI должен выйти за 70, потому что здесь вот были три дивергенции на прошлой неделе. Мы вчера достигли только отметки 65. 65,2. То есть 70 мы не достигли, поэтому мы еще здесь тоже можем расти по EDX 27. Здесь ничего интересного нет. И на 40.80 середина примерно и 25.00. ДИКС тоже ничего интересного нет. Рынок облигаций по спреду Германии в США показывает вверх. По спреду Германии в Британии показывает вверх. И здесь получается сигнал вверх. Что касается сегодняшних новостей, то розничные продажи в Америке, я думаю, сегодня будут либо такие, как в календаре событий, либо хуже. Почему? Потому что на розничные продажи сильно влияет средний заработок. А средний заработок он немножко подсократил темп роста в последние месяцы в Америке. И здесь получается, что цены растут, при этом средний заработок растет, но медленнее. То есть цены растут быстрее, чем средний заработок. И так называемые реальные доходы населения, они уменьшаются. То есть реальный доход населения, это когда, допустим, у вас доходы выросли на 5% за год, а инфляция, допустим, 2,5, и того 5, минус 2,5, и того 2,5, вот ваши реальные доходы. Это такой грубый расчет. Там немножко побольше будет, немножко меньше, там может быть 2,45, 2,55. Формула немножко другая, но, наверное, вот такой грубый расчет 2,5. Там плюс-минус пару сотых пунктов, это не столь критично. И сейчас инфляция в Америке 2,5, доходы 2,6, то есть это 2,6 минус 2,5, 0,1. 0,1, конечно, это лучше, чем ничего, но еще буквально в начале этого года, в январе-феврале, там разница была 0,8-0,7. То есть было 0,8-0,7, сейчас 0,1, то есть эта разница, она уменьшается, и это плохо. И здесь, получается, новости будут либо нейтральные, либо немножко плохие. Соответственно, для евро это тоже хороший сигнал. Что еще сегодня хорошо для евро? Я бы выделил нефть, которая не хочет корректироваться. Два дня мы увидели снижение, в пятницу вчера полдня снижались, но в итоге вчера резкий тревог по бренд вверх. Закрыли день выше, чем максимум, который у нас был 10 мая, 77,80. И вчера закрыли день, 78,28. И здесь все очень так, хороший тренд на дневках. И здесь, получается, если посмотреть на часовый график, вот мы сильно так выросли, вот вошли в узкий флэт, и эта модель обычно продолжается дальше вверх. То есть дальше вверх, и здесь у нас получается верхняя по Боллинджеру на часовиках 78,79. И вот куда-то туда сегодня мы и можем сходить. На 78,79. Здесь, поскольку мы по нефти, у нас был вот этот экстремум, вот он уровень, 70,80, то здесь и получается, что нефть может с высокой долей вероятности протестировать этот уровень. Сейчас он находится выше, то есть сверху сходить вниз, там постоять некоторое время и пойти дальше вверх. И когда нефть движется вверх, это плохо для доллара американского, и поэтому хорошо ли евро, потому что евро конкурент американского доллара. То есть вот динамика рынка нефти тоже хорошо отразится на единственной европейской области. Поэтому тут в совокупности вот эти причины, технически отыгрываем дивергенцию, фундаментарные это рынок нефти, реглигации. Вот все в совокупности получается сегодня. Ждем вот роста, еще одного роста, и ждем обновления вчерашнего максимума, 19.95. Цикл там терапия, 15 мая, рост средний, а возможно вот она средняя, у нас сейчас 1.23. Она, наверное, будет пониже, потому что линия наклонная, она может быть где-то на 1.20, 20.50, либо так оказывается 20.73 или 20.80. То есть вот где-то здесь 20.73, 20.90, 20.50, плюс-минус, вот 17 мая мы там можем оказаться. Поэтому покупаем евро, текущий уровень очень хороший, можно ожидать движения пунктов на то вверх, от текущего уровня 19.35. И эти пункты пара может сделать либо сегодня, либо завтра, 16-го, либо 17-го. То есть вот в течение трех дней 100 пунктов или чуть побольше, даже 100-150, на мой взгляд, евро сходит вверх. И отыграют все эти факторы и технического анализа, и фундаментального. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по евро, и я на них отвечу. Евгений, что касается по нефти, спасибо вам за вопрос. Купить, я думаю, максимума можно 10-го мая, 7,780. В общем, вероятно, что нефть протестирует этот уровень сверху вниз. Сегодня уже доходили практически. Сегодня у нас 7,790. 10 пунктов не дошли. Я думаю, могут дойти туда. И вот 7,780 купить с целью 7,860. Не 7,870, как у нас верхняя пробо. Немножко округлить на 7,860. По нефти тут идея одна, состоящая из двоих стей. Первая – это Иран. Вот эти все события происходят. Санкции новые скоро будут через три месяца, даже уже меньше. Пока санкций нет, но через три месяца они будут. Новые санкции. То есть, дал Трамп 90 дней, 90 дней, чтобы все компании, которые в Иране работают американские, чтобы они там все свои дела побросали и уезжали оттуда. И также пригрозил, что если кто-то будет срочить европейских компаний, азиатских, то также могут ввести уже в отношении них санкции. Плюс второй фактор – это Венесуэла, где президенты будут 20 мая и воскресенье. Там у них один кандидат, который победит, действующий президент, и американцы с европейцами сказали, что они против таких выборов, против этого человека. И если он станет президентом, а он станет, судя по всему, то они тоже будут вводить санкции в отношении Венесуэлы. Ну и Венесуэла тоже там. 2 млн баррелей в день добывают, и новые санкции тут уже все, кто можно, занимаются расчетами, насколько же добыча снизится. Она может снизиться либо 400 тысяч, либо 500. То есть либо миллион, либо миллион 100 к концу года будет добыча. Поэтому это фактор тоже плохой. Поэтому получается, что в Америке добыча растет, в Венесуэле падает, вроде как плюс-минус баланс, и вроде нормально. Но вот еще появился Иран, в Иране будет снижение добычи, это уже минус. Соответственно, чем больше такой бит, тем выше цены на нефть. Плюс еще вот война может быть между Ираном и Израилем, и здесь тоже шансы высокие на эту войну. поэтому тут как бы все указывает на то, что 80 по нефти мы увидим. Вопрос только времени, это будет 80, допустим, завтра, или это будет 80 через 2-3 недели. То есть 80 все уже поверили, что это будет, и все туда идет. Просто вопрос времени, какого мая это будет, там 15-16 или, допустим, 30 мая 31-го. Поэтому нефть пока евро, доллар, Екатерина, я думаю, хорошая, что сегодня может быть на 1.1995 на вчерашнем максимуме. Поэтому я думаю, да, шансы очень высокие. И так смотрю повыше даже куда-нибудь 1.2070 плюс-минус. Коррекция пока по нефти не ожидается. Возможно, коррекция как раз и начнется после того, как мы тут дойдем в 79-80 и вот там мы можем разогнуться. Пока получается так, что вроде как все к 80 идет и, наверное, мы можем увидеть это на этой неделе в 80 и вот уже этот фактор может сработать и после этого будет коррекция. Поэтому вот здесь такая ситуация. евро, Егор, покупка на сегодня, покупка на завтра. Тут как минимум я думаю будет до 18 мая включить. Фунт теперь посмотрим по фунту. Олег, вы совершенно правы, сейчас у нас коридор и в рамках этого коридора фунт пытается подрасти к верхней его границе. Вот у нас дневной график, вот мы тут долго стоим. Верхняя граница 36.16 и сюда пытаемся подрасти, но пока тоже сильно не получается. По технике у нас тренд вниз по EDX и дивергенция по RCA и значение по RCA и 22. Поэтому можем сходить сначала вверх, а потом уже упасть на дневном графике. На 4-х часовом тут с дивергенцией тоже были две дивергенции вот здесь в начале мая. Их тоже не отыграли, мы не зашли на 70 по RCA заходили только вот здесь вот 56 а здесь у нас 55 90. То есть тоже можем подрасти. И на часовиках у нас тоже флэт и ничего интересного нет. Абсолютно. Новости сегодня розничные продажи в Америке мы уже рассмотрели, там ничего хорошего для доллара не будет, судя по всему. в 15-30 значит. Рынок облигаций показывает лед по этой валютной паре, рынок нефти показывает вверх движение по этой валютной паре. Когда нефть растет, это хорошо, евро, доллары, фунт, доллары. И значит новости сегодня по Великобритании, здесь не знаю, какие они будут, это гадать бесполезно, надо просто смотреть. Средний заработок здесь уже просто смотреть и принимать решение, исходя из этого. Из всего, что у нас получается, если средний заработок будет лучше, чем в прогнозе, чем в календаре, то здесь тогда фунт пойдет на 36.16 сразу. Сразу в течение 40-ти часов он сходит на 36.16. Если же новости плохие, то до Америки, до новостей они у фунта, я думаю, уйдет на 1.35 ровно и потом уже в Америку пойдет вверх по всем американским хорошей нефти фунт пойдет вверх сюда вот среднюю или чуть повыше, то есть на 1.35 70. Поэтому здесь какой сценарий выбрать? Первый сценарий в 11.30 посмотреть новости, если они лучше, чем в календаре, тогда покупать и на 36.16 закрываться. Если они такие же, как в календаре или чуть хуже, то я бы ничего не делал, а где-нибудь около 15.30 я бы купил фунт и на 36.70 закрыл бы позицию. Когда этот флэт может закончиться, пока не видно причин, чтобы он кончился. Я думаю, наверное, так и постоим некоторое время. Здесь еще мы поддерживаемся в этом флэте сегодня и завтра. фунт возможно после 17 здесь будет какое-то движение посильнее. Потому что 17 мая это не только цикл по евро-доллару, это в целом цикл по доллару, по индексу доллара. Поэтому пока 18 получаем флэт еще будет. А там посмотрим. Доллар-иена у нас следующий инструмент. Здесь пока все нормально, неплохо. Я бы из трех основных валютных пар поставил первое место по этой паре по стене силы сигнала. На второе место евро-доллар и фунт доллара я бы на третье место поставил. Здесь все очень так здорово по этой валютной паре. У нас EDX трендовый, не перекупленный 66. вот мы так растем потихонечку. Вот она у нас верхняя на дневном графике поболее 110-68. Вот мы туда идем сейчас потихонечку. На четырех часовиках у нас EDX 39. Тоже хороший тренд. Тоже нету перекупленности. Тоже можем расти. То есть очень хороший вот здесь прям график такой. Хороший вот мы выросли вчера. Вот мы вошли во флэт сегодня. И вот сейчас будем выходить дальше вверх из этого флэта. Будет ли снижение сюда вниз на нижнюю границу флэта шансов очень мало. Шанс высокий что сразу пойдем без сильных отказов вверх. И на часовиках у нас нет я дневки смотрю сейчас часовки включим у нас вот у нас на часовиках получается мы сейчас около верхней по Боллинджеру стоим. Я бы вошел не прямо сейчас а чуть пониже на минимуме текущего часа у нас 109.81 минимум. И здесь есть две цели первая цель она у нас получается 110.30 вторая цель там проходит сопротивление сильное 110.30 вторая цель 168 это верхняя по Боллинджеру на одном графике здесь очень хороший трендовый сигнал фундамент тоже хороший спред по рынку облигаций растет это хорошо почему он растет потому что японские доходы стоят на одном уровне они стоят потому что банк японии удерживает этот уровень у него такая задача держать уровень доходности по японским облигациям они не растут и не падают там плюс-минус на одну сотую колебания идут то 005 то 006 то 004 вот так вот американские растут там фрс ничего не держит ничего не контролирует поэтому получается спорая разница она изменяется изменяется в пользу как раз доллара это хороший такой сигнал и с S&P здесь на мой взгляд тренд не решился вчера сделали на максимум за последние тут 6 недель 2743 сейчас флэт такой небольшой я думаю что это именно флэт вот вот так вот неплохо подросли в последнее время вот вошли во флэт сейчас будем дальше выход вверх поэтому здесь S&P еще пойдет вверх и будет заходить за верхнюю по боллинджеру это отметка 2743 здесь по S&P нет сопротивлений на 2750 поэтому ближайшее сопротивление 2762 вот туда S&P я думаю пойдет на эту отметку и когда S&P вверх это для пары тоже хорошо здесь у нас Nikkei тоже тренд вверх сейчас тоже флэт коррекционный после того как сильно мы выросли и у нас тоже вот так во флэре и вот начинает потихонечку так подрастать вот сейчас такая небольшая бычая свечка DAX здесь тоже сильно вот так вырос первый волна вот вошли во флэт немножко сходили вниз новая волна вошли во флэт сейчас опять то есть фондовые индексы растут это хорошо для пары здесь очень хороший сигнал 109.81 покупка и 109 и 110.30 на сегодня а 110.60 на конец недели такой ориентир по этой валютной паре уважаемые коллеги задавайте пожалуйста свои вопросы и я на них с удовольствием отвечу значит про фонд ответил так следующий вопрос у нас по Сбербанку ждем вверх отчетах Лариса обдарю вас вопрос я жду вверх по Сберу единственное что отчет вроде как перенесли вчера посмотрел на самом сайте Сбера стоит уже цифра 30 мая 23 мая судя по передвинулению дату у них отчет получается будет 30-го теперь поэтому еще две недели я думаю вот наверное как будет до 30-го будут двигать вверх 30-го включительно еще немножко вверх и потом наверное вниз на коррекцию недели на две здесь все неплохо смотрится так по этому графику TDX тент вверх уже есть раньше был вниз сейчас вверх на дневку значение у нас по TDX 39 нормальный тренд на 4-х часовках у нас линии пересеклись тренда пока нет сильного здесь что я бы еще смотрел по Сберу я бы смотрел нефть в рублях сколько стоит потому что много раз замечал когда нефть в рублях дорожает для Сбера это все хорошо в итоге сказывается потому что чем больше нефть в рублях тем больше денег в экономике нашей чем больше денег в экономике тем больше берут кредитов в Сбер каждый получается у нас третий кредит берется в Сбере в России и каждую почти неделю стран банк лишает лицензии кого-то то есть количество банков каждую неделю уменьшается все меньше и меньше это опять же на руку Сберу у Сбербанка основной центр банк поэтому здесь как бы тоже в интересах акционеры основного все проходит ну в общем все складывается нормально все складывается нормально поэтому здесь в любой момент движение сильный вверх вот мы сейчас так стоим во флейте в любой момент могут рвануть и что еще я посмотрел эту цену закрытия мы закрываемся последние три дня все выше и выше то закрывались 233 потом 235 а вчера вот почти 237 то есть закрытие выше 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 то есть тренд вверх пускай потихонечку но вверх 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 идет поэтому 30 будет судя по всему разворотная точка поэтому до 30 я смотрю вверх куда может сходить верхняя более 244 я думаю зайдет за нее насколько сильно не знаю либо может быть на рубли может быть на 2-3 рубля ну где-то вот 245 248 вот можно ожидать вполне поэтому где-то еще 13 от текущих вверх может сходить вот здесь такая тенденция по золоту для вас вопрос золото на мой взгляд движение вверх продолжит и здесь цель будет 1330 пока золото не растет но я думаю это временная такая тенденция я на прошлой неделе смотрел на два уровня 1325 1330 первое мы сделали в пятницу второй нет я думаю второй почему потому что я думаю цикл лекции подолгу будет продолжаться и для золота это хорошо почему золото так вот сильно не растет здесь пока еще сильно и не падает если посмотреть на график евро-доллар мы вроде бы росли в несколько дней и вот вчера упали коррекции вот сейчас когда пройдем вчерашний максимум тогда и золото тоже побежит вверх поэтому здесь еще что плохо то что S&P сильно растет а S&P когда сильно растет золото это плохо но 1330 я думаю вполне золото может то есть вот первый был период роста с 1301 1325 сейчас вот коррекция и вот сейчас будет второй период роста на 1330 то есть первая волна наверх коррекция вторая волна наверх вот здесь такая ситуация здесь по золоту у нас будет либо разворот точка 17 как и в евродолг случае либо еще больше у нас получается после 17 следующая разворотная точка это уже 4 июня 4 июня это у нас будет понедельник то есть если мы 17 не развернемся пойдем вверх то потом будет 4 июня по циклам разворотная точка поэтому сегодня 15 16 17 включительно мы еще по золоту подрасти можем вполне все нормально уйдет ли ниже 300 я думаю нет шансов мало уйти ниже 1300 потому что если я правильно сейчас понимаю ситуацию может быть я неправильно понимаю ситуацию время покажет но если я понимаю что то у нас сейчас получается где-то уже здесь должен быть плюс-минус здесь плюс-минус один там доллар два максимум должен быть разворот вверх и движение на 1030 если у нас формация коррекции первая на коррекции вот сейчас вторая была коррекции вверх поэтому где-то здесь уже должен быть разворот вверх поэтому ниже 300 золоту не должно вот здесь такая тенденция Егор благодарю вопрос по новозеландцу сейчас посмотрим у меня график там в конце немножко так вот у нас график здесь по новозеланду сейчас посмотрим RCI что показывает так у нас я вот вижу здесь дивергенция вот здесь 10 числа это 27 это у нас 25 второй дивергенции не было то есть дивергенции на дневках есть так одна дивергенция есть и здесь конечно здесь лучше держаться сильного сигнала на мой взгляд а сильный сигнал здесь будет когда мы закроем часовую светку любую выше максимума 11 мая это 0.6985 тогда можно покупать можно ли сейчас продавать я бы сейчас не продавал потому что эту дивергенцию можно в любой момент сыграть но и прямо сейчас я бы тоже не покупал а покупал бы в расчете вот на том что будет я покупал когда любая часовая свечка сегодня или завтра закроется выше 0.6985 тогда можно брать и цель здесь будет уже следующий уровень это 0.7051 это максимум 4 мая поэтому с одной стороны сигнал разворотный есть но лучше дождаться подтверждения сильнее на мой взгляд уважаемые коллеги благодарю всех за внимание завершаем наш сегодняшний вебинар завтра в среду 16 мая буду рад вас видеть на наш вебинар 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 и с